Денис, приветствую тебя. Всем привет. Торговая сессия среды нашей традиционной встречи для этого дня, но встреча, которая накладывается на не совсем обычный фундаментальный фонд. Раз в четыре года такое происходит, поэтому да, очень интересно сейчас смотреть и наблюдать за волатильностью на финансовых рынках. Мы ранее предупреждали, что выборы президента США это серьезный фундаментальный повод, который не оставит равнодушным никого, потому что была высокая степень неопределенности прямо до самого последнего момента, кто же Харрис либо Трамп. Вот, кстати, прежде чем продолжить, у тебя были какие-то сомнения, Денис, что все-таки Белый дом займет не Трамп, а Харрис? Ну, честно, у меня было где-то 70 на 30, то есть 70, что Трамп, и 30, что Харрис. Я считаю, что самый большой вот минус Трампа, это все-таки его возраст. Поэтому в случае с Вайденом это слишком уже было очевидно. С Трампом там тоже есть на самом деле свои прикольчики, он и Штаты путает, и название стран путает, ну, уже потихоньку тоже рассказывается возраст. Поэтому были небольшие сомнения, что сможет ли до конца своего срока, то есть быть в здравом уме и памяти. Ну, будем надеяться, что можно, потому что, в принципе, если брать вот чисто вот их политику республиканцев и демократов, то, честно, я не видел ни одной страны, в которой бы демократы к чему-то хорошему привели. Вот, поэтому, да, я абсолютно полностью и был, и в 16-м году, и в 20-м, и сейчас, и в 24-м за республиканцев. Вот. Но стоит им уже задуматься над тем, чтобы в будущем, в дальнейшем, конечно, готовить достойную замену Трампу, как вот от лица республиканской партии. Да, абсолютно с тобой согласен. В данном случае возраст идет, играет против такого, таких политиков, как Трамп, но других почему-то не выставляют. Вот. А в данном случае... Те, которые были, не ужились, типа. Боевые старики, да, у власти. Так, ну ладно. Дождались мы, в общем, развязки по выборам Трампа президента. Хорошо, что было без каких-то минимальных отклонений, потому что я допускал, что если такое минимальное отставание будет прям до самого последнего момента, то точно будут несогласия, и первый-второй политик в случае поражения будут оспаривать эти результаты. Я допускал, да, что могут быть какие-то социальные волнения, протесты. Ну, вроде бы как, пока все нормально. Да, Трамп... Ну, пока радостный. Ну, тоже согласен. Хорошо то, что в данном случае мы говорим о победе Трампа, потому что если бы было зеркальным образом Каман-Хайса, вот я думаю, то, что Трамп просто так не успокоился в данном случае, и точно было бы что-то очень интересное. Ну, захват Капитолия уже проходили. Да, это мы уже проходили, видели. В общем, что дальше? Дальше будет какой-то период, когда продолжительно несколько месяцев он потратил на формирование команды, на именно определение и расстановку, распределение основных должностей среди своего ближайшего окружения. Будем ждать инаугурацию в конце января. Ну, и потом уже будет, будем следить за тем, как Трамп начнет реализовывать все свои предвыборные инициативы. Скажи, а ты помнишь, в 2016 году, когда Трамп первый раз стал президентом, какая была реакция рынка, в частности индекса доллара? Ну, она была похожа. Она была чертовски похожа, я бы сказал, потому что я когда сегодня с утра проснулся, посмотрел на котировки, у меня аж улыбнулся, потому что я просто хорошо помню, 16-й год, тогдашние выборы, и на тот момент я как раз еще очень долго не спал, мне просто интересно было, как же все это будет развиваться. Вот, и тогда достаточно сильно было в начале укрепление доллара, гораздо сильнее даже, чем сейчас. А вот потом наступил долгосрочный разворот, причем на несколько месяцев, прямо разворот в обратную сторону. Поэтому сейчас, в принципе, пока что тенденция, общая тенденция, она примерно такая же. Чуть-чуть меньше волатильность, да, потому что, наверное, еще ФРС нам накладывается, который завтра будет заседание, но в целом все равно общее движение, корреляция, я думаю, будет приблизительно такой же. Ну, в общем, да, у нас есть уже как бы исторический опыт, проверим, насколько он будет соотноситься с новой реальностью, и будут ли похожие движения. Ну, знаешь, если мы найдем похожие движения, мы найдем, по сути, эти политические паттерны, которые, возможно, сделают рынок более предсказуемым в плане его долгосрочного анализа. Так, ну что, давай к демонстрации экрана тогда поговорим, что у нас есть в моменте. Так, индекс доллара 104.75. Новые многомесячные максимумы. Я думаю, что те, кто следит за, в принципе, новостями, за нашим контентом, точно сейчас могут объяснить, почему американская валюта выросла. Потому что президентом стал Трамп, а Трамп – это ассоциация с его вот этими намерениями продолжать торговые войны, вводить торговые барьеры, ограничения, рестрикции, всевозможный протекционизм национальных производителей. Это то, что, если дальше ставим все знак равно, будет провоцировать, да, с одной стороны, защиту национальных производителей. Но нужно понимать, что такая политика не может не привести к росту стоимости импорта. Ну, как без этого? Если будут реализованы все вот эти его планы, поднять пошли на 20% в отношении всех стран и чуть больше в отношении тех стран, которые не нравятся лично Трампу, а другие демонстрировали вообще какое-то намерение отказаться от какого-то процента долларов своих статистических резервов. Ну, в общем, тарифы, они всегда ассоциируются с стоимостью импорта, рост стоимости импорта. Это предпосылки для потенциального усиления инфляции. И, соответственно, те, кто сегодня покупает доллар, они как раз уже начинают думать на перспективу, а не приведет ли это через годик, скажем так, к тому, что инфляция вырастет еще на 0,5-0,7%, и рост инфляции заставит уже американский регулятор заговорить по-другому, отказаться от своих намерений постоянного, последовательного продолжительного снижения ключевой процентной ставки и разворота как бы резерва в пользу более истребенной риторики. Это может произойти, я признаюсь, согласен, что если мы увидим скачок индекса потребительских цен и все это будет подтверждаться цифрами, да, в мягкой экономической политике не будет смысла, она будет даже вредить. Поэтому сегодняшние покупки доллара – это прогноз, расчет на то, что доллар входит в какой-то долгосрочный стратегический цикл роста, ну, как ты правильно отметил, очень похожая ситуация была во время первого срока Трампа, и там локальное укрепление в качестве первой реакции сменилось долгосрочным ослаблением. А сейчас, может быть, наверное, трудно прогнозировать, что будет с долларом через какой-то продолжительный период времени, поэтому я бы в отношении индекса доллара сейчас вообще удержался от каких-либо сделок и рекомендаций. Ну, мое субъективное мнение, если бы как бы не проявлять торговую активность и непосредственно открывать торговые ордера и сделки, я бы сказал, что все-таки какой-то период роста еще дальше последует в отношении доллара, и американская валюта может закрепиться выше 105 пунктов. Так, что касается золота, очень интенсивные две последние четырехчасовые свечки. Сначала у нас снижение почти на 40 долларов, потом быстрый выход. Но это все реакция на новости по поводу выборов. Сейчас золото торгуется на отметке 2,726 долларов за тресконсу. Я позволю себе провести параллель с тем, что было сейчас отмечено в отношении индекса доллара. И сделаю ставку на то, что если локальный еще доллар сможет сохранить потенциал роста, то на золото может как раз надавить факт укрепления американской валюты и еще больше рост доходности американских облигаций. Также, если мы чуть-чуть сейчас зацепим ситуацию с американским фондовым рынком, S&P 500 5 950 пунктов, да, понятно, это уже новый исторический максимум. Мы, Микулуар, мы с тобой обсудили, что 6 тысяч – это практически неизбежно. Скорее всего, рынок окажется выше. Я сегодня видел уже прогнозы из Сити Моргенсенли, которые метят на 6500-6800 в течение следующего года. Это, конечно же, вполне реально, учитывая, что Трамп – это все разговоры и политика экономического стимулирования, снижения налогов. Он уже снизил налоги во время своего первого президентского срока. Поэтому сейчас на рынке эйфория. Золото в этом смысле сейчас неинтересный инструмент для инвестирования, потому что очень легко можно заработать на рынке акций. Поэтому я бы сейчас присмотрелся к уровню 2700 долларов за тройскую унцию. Если будем тестировать, пробивать эту планку, скорее всего, просядем еще ниже. И я думаю то, что во время нашего с тобой следующего эфира как раз будет возможность заговорить о том, что золото все-таки оказалось дешевле планки 2700. Так, что касается рынка нефти. 74,54 доллара за баррель. Я, несмотря даже на рост, который мы наблюдали с конца прошлой недели, остаюсь исключительно продавцом по этому рынку, поскольку для меня очень большое значение имеет анализ сантимента по нефтянке и по бренду WCIA по-прежнему доминируют покупатели. Рынок должен идти против толпы. Мы до сих пор не столкнулись с фактом эскалации повторной, уже которой по счету эскалации конфликта на Ближнем Востоке, даже несмотря на то, что даже сегодня уже были новости, что Иран планирует ответить через день после президентских выборов и так далее. Ну, я надеюсь то, что не дойдет дело до еще большего усиления конфликта. Поэтому без роста геополитической напряженности рынку нефти, но нечего предложить покупателям. Я думаю, что снижение продолжится. Чем динамичнее будет дальнейшее установление доллара, тем быстрее мы вернемся к отметке 70 долларов за баррель. Я, может быть, не разделяю точку зрения тех, кто сейчас ждет 50 долларов за баррель, но 65, может быть, чуть ниже, мы, скорее всего, по нефтянке увидим. Так, Денис, слово тебе передаю. Не слышно, Денис. Говорю, что в принципе я совсем согласен, за исключением, как уже традиционно нефти. Итак, значит, ставлю свои несколько копеек по поводу текущей ситуации на рынках. Начнем, пожалуй, с индекса доллара. По нему интересна тоже ситуация. Значит, коррекцию сделали. Конечно, да, я рассчитывал коррекцию чуть поглубже увидеть и потом уже на перехай туда ближе даже к 106. Дело в том, что если мы сейчас просмотрим на какие-то значимые уровни, зоны, хотя бы даже каналы, трендовые сопротивления, то они практически все попадают в район 105.80, 106.35. Откуда они взяты? Значит, частично вот уровень 1, вот уровень 2, вот здесь отмотаем левее, вот уровень 3. То есть вот такой диапазончик формируется достаточно хорошее сопротивление. А до этого, ну, по сути, ничего нету, там пустота. Значит, сейчас у нас посмотрим, как закрепится сегодняшний день. Ну, даже если примерно на текущих уровнях, то еще могут локально продолжить рост. Поэтому для меня все-таки вот 105.80, 106.35 очень классный в дальнейшем диапазон для принятия торговых решений. Поэтому если цена сюда дойдет, оттуда прям вот реально очень хороший, можно будет рассматривать продажи на возврат вот в эту область накопления. То есть где-то 100, ну, если округлить, 104. Значит, как это повлияет на евро? По евро у нас сейчас цена находится в области хеджа. Она, собственно, здесь и была. То есть у нас составной хедж начинается от уровня 1.07.70 и длится вплоть до 1.06.60. Поэтому, как по мне, в идеале все-таки по евро добой еще ниже сделать, а потом, потом уже смотреть на гораздо более серьезный разворот вверх. Потому что если проводить сейчас аналогию между движением по евро и движением по индексу доллара, то индекс доллара более, ну, скажем, бодрее может пройти вверх, в то время как евро относительно небольшое снижение покажет. Особо крупных ожиданий внизу у нас нет. То есть я не могу сказать, что внизу прям какие-то серьезные ожидания. Два диапазона. Особенно это вот был 0.7.70. Там цена как раз от него уже дважды ударялась на коррекцию. И потом уже следующий в районе 0.6.60. И если туда дойдет, вот оттуда я буду смотреть действительно хорошие покупки. И как раз это очень неплохо, как по мне, коррелирует с индексом доллара. Значит, как это может отразиться у нас на рынке золота. Значит, по золоту изначально еще в начале недели для своих ребят показывал, что ожидают снижение вниз вот к этой зоне. Это прекрасная зона покупателя, которая сочетается у нас с ключевым профильным накоплением на протяжении роста, которое у нас началось еще с сентября месяца. И если, например, вот сюда дойдут, то это будет просто прекрасная область для будущих покупок на перехай. В принципе, мы сейчас ударились о границу канала. Границу канала достаточно хорошо здесь увидели. Вот точное касание. Но, понимаешь, в чем дело? Этого недостаточно. То есть, этого абсолютно недостаточно, с учетом того накопления, которое мы сделали вверху, с учетом перекрытия последнего все-таки сегмента вниз. Поэтому я больше притерживаю из того, что могут еще ниже вот так вот золото продавить. То есть, 2637, 2667. Это все округлить. И сюда как раз профиль попадает. И вот с этого диапазона уже действительно смотреть на классные, хорошие покупки. Потому что с текущих, ну, мне не нравится. Оно как бы и не туда, и не сюда. Мы уперлись фактически сейчас в локальное сопротивление. Покупать в районе локального сопротивления, ну, это игра в угадайку называется. Из серии повезет, не повезет. Я бы, например, так делать не стал и не хочу. Особенно с учетом того, что и евро может еще пройти ниже. И индекс доллара могут еще продавить выше. Поэтому золото по инерции могут точно так же приспустить ниже, как раз в область самого начала опционного хеджа. А потом оттуда уже смотреть на дальнейший откуп. Что касается нефти, это у нас с тобой вот такой краевольный камень нашего анализа, который вот уже не первый раз не сходится. Я по-прежнему остаюсь все-таки приверженцем лонгового движения по нефти. И помимо техники, помимо того, что и там откупные объемы основные, вот раз, вот два заливались, которые давали реакцию вверх. У нас также еще было выступление ОПЕК, в котором сказали, что в ближайший месяц добычу нефти, то есть не обсуждается. Вот и по добыче нефти не обсуждается. Поэтому здесь я как вижу. Мы подошли вот в район 73, ну, это взял такой средний уровень, потому что маржиналка начинается вот с 72,65 и вплоть до 73,25. Значит, ожидаю продолжение такого коррекционного движения вниз и затем уже новый выход вверх. То есть по опционам вверху четко видно, где блочные конструкции, это институциональных рыночных участников. Нижние границы мы их увидели, верхние границы, они находятся в районе где-то 75,5-76. Вот в этом диапазоне. Поэтому здесь есть еще куда расти, куда стремиться. И я думаю, что в ближайшее все-таки время здесь получим поддержку. Особенно если потом в дальнейшем у нас будет индекс доллара падать. Потому что, вспоминая просто 2016 год, как раз тогда достаточно активно торговал на выборы, когда победил Трамп. И я очень хорошо помню, в начале было такое хорошее укрепление индекса доллара, а потом после этого долгосрочный разворот, который весьма надолго, на несколько месяцев сразу же начался. Поэтому если в этом году у нас будет нечто аналогичное, ну что ж, замечательно. Тем более политика Трампа, в принципе, это подразумевает. Ну что ж, поэтому нефтянку пока что вверх, золото в идеале через добой ниже. Индекс еще есть куда подрасти перед хорошим разворотом. Как, собственно, и по евро добить в кис. А по поводу, несколько слов говорил по S&P 500. Здесь у меня как был уровень, вот в районе 6000 часов он и остается. Поэтому каких-то прям серьезных нововведений здесь нет. С учетом того, что я ждал все-таки чуть-чуть ниже, то есть у нас основная поддержка вот здесь была, в этом диапазоне. Буквально немного уже оставалось, но, к сожалению, не добили на этой неделе. Так бы это была просто обалденнейшая сделка. Но развернули от предыдущего накопления, хотя даже с учетом перекрытия локального сегмента. Ну что ж, торговля во время важных новостей, особенно с учетом того, что завтра еще и заседание ФРС, вот, то это уж очень волатильная такая опасная штука. Ну ничего, ладно, посмотрим. К следующему брифингу будет уже как раз... Ну да, согласен. Денис, спасибо тебе за твой анализ, за то, что подключился. Очень важное, одно из важных фундаментальных событий позади. Но впереди сразу завтра заседание Федрезерва. Поэтому, конечно же, влатильность будет такой же значительной и высокой. Через неделю обсудим уже все эти громкие события. Еще раз по горячим следам пройдемся, оценим вообще, что произошло с рынком в прошествии одной недели, как мы узнали имя нового президента США. Ну что, тебе тогда прибыльной торговли до конца недели, тебе и нашим подписчикам, и всем тем, кто следит за нашим контентом. И до скорой встречи. Спасибо тебе тоже взаимно. И до скорых встреч. Пока. Пока-пока.